Всех представителей знака Зодиака Рыбы я рада видеть на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в данном видео мы с вами будем смотреть ваш Тарскоп на апрель 2020 года. Работать я буду сегодня с двумя колодами. Первая колода второго волшебников и вторая лунный Ленорман. Для тех, кто впервые на моем канале, хочу объяснить, как будем устраивать с вами работу. Будем смотреть общую атмосферу месяца, а также события, которые наиболее вероятно отыграются в сфере работы. Финансов, здоровья, личной жизни. Плюс Арканы дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам данный период. Хочу напомнить, что расклад является общим. Он не может отыграться однозначно у каждого из вас. Поэтому возьмите, пожалуйста, это на заметку. Потому что знак Зодиака у вас один, асценденты у всех разные. Соответственно, ситуация у всех будет отыгрываться по-разному. Давайте настраиваться на расклад и будем смотреть, о чем вам вещают карты. Общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, общая атмосфера месяца. Ну, шикарно. Движение вперед, прорыв, поездки, переезды, командировки. Приезд к вам гостей. Достижение каких-то результатов. Это знаете, как сдвинуться с мертвой точки. В принципе, перемены как таковые. Для кого-то могут быть также вопросы купли-продажи автомобиля. Либо вопросы, связанные, в принципе, с ситуацией логистики. Так как Аркан у нас многогранен. Мы смотрим, что здесь конкретно. Касаться непосредственно будет семьи. То есть вопросы семейных поездок, переездов, смены места жительства. Приезда к вам родственникам, либо ваши поездки к ним. Или же знаковые вложения и покупки, приобретения транспортных средств. Либо вложения в логистику, если у вас собственный бизнес в этой сфере. Ну а теперь давайте смотреть далее. Итак, в плане работы. Король Пентакли. Но чего еще желать больше и лучше? Однозначно стабильно, однозначно высокий доход. Прочное положение дел. И такая вот твердая ситуация. Если вы в статусе пенсионера, здесь могут быть как ваш хороший заработок. Возможно, там побочный источник доходов. Либо финансовая помощь со стороны близких. Но апрель для вас будет в этом аспекте стабильным. Если вы в статусе соискателя, успешно пройденные собеседования и трудоустройство. Если вы наемный работник, это укрепление ваших позиций. И могу сказать так. Здесь можете смело отцать у руководства прибавку к зарплате, бонус, либо премию. О повышении Аркан пока не говорит. Но, тем не менее, это рост вашего авторитета, укрепление ваших позиций как таковых. Если у вас свой собственный бизнес, это ваши прочные позиции на рынке. Это хорошая прибыль. Ваше продвижение. И грамотно вложенные инвестиции, которые будут вам приносить очень хороший доход. Что у нас здесь относительно вопросов финансов? Старший Аркан влюбленные. Это получение прибыли из двух источников дохода. Финансы однозначно здесь будут не только укрепляться, но и произрастать. Плюс здесь могут быть дотации от родственников, либо от второй половины. Либо вы будете работать на двух работах. Потому что здесь финансовая ситуация стабильна. И действительно вы будете получать хорошую материальную поддержку. Что относительно здоровья? А вот здесь проблемы варикоза, кровотока. В принципе проблемы с лимфотоком. Здесь будет, знаете, как нужно пересмотреть ваш водно-питьевой режим. И обратиться к врачу, если у вас волнует такая проблема. Особенно вопросы детоксикации. Здесь для многих будут актуальны. Ну вот такой вот момент. Поэтому здесь не пренебрегайте диетой, режимом дня и в принципе вашим здоровьем как таковым. А вот в плане личной жизни не все так гладко. Будем сейчас с вами смотреть почему. Итак, что у нас здесь? Если вы на текущий момент свободны, эта ситуация для вас крайне тягостна. Но слишком вы устали, хочется отношений, хочется перемен, любви, ласки, заботы, тепла, внимания. Ну давайте посмотрим, будут ли у вас какие-то знаковые перемены в этом вопросе. По аркану дьявола, да. Можете здесь впасть в какую-то зависимость, которая для вас тоже будет тяжелой. То есть это может быть какое-то знакомство, основанное в большей степени не на любви, а на страстях. Такая, знаете, сексуальная тяга. Но которая для вас ляжет на вас мертвым грузом. Эмоции здесь однозначно будут через край. Для тех, у кого нестабильные качелеобразные отношения, это наоборот желание отсечь это тяжкое бремя. Надоело вам состоять в любовных треугольниках, либо четырехугольниках, будете ставить поброс ребром. То есть или, или. И давайте посмотрим для тех, у кого стабильные семейные связи, как для вас будет отыгрываться и развиваться эта ситуация. Ох, а вот здесь какой-то накал страстей. Значит так, у кого намечался бракоразводный процесс, однозначно он здесь пройдет. А для многих здесь может быть какой-то страх, относительно остаться одной, какой-то конфликт, ссора, скандал, либо появление на горизонте соперника или соперницы. Здесь у нас, как мы видим, четко падает королева Пентакли. Либо еще такой момент. В ваши отношения здесь может идти вмешательство третьих лиц. Ну, допустим, тещи, свекрови и так далее, да. Те, кто могут внести свою лепту. Поэтому, да, старайтесь здесь не конфликтовать. Во-первых, не бойтесь отставить свои позиции. Не нужно вам тут бояться остаться одному, либо одной. Ну, вот понимаете, по семерке мечей здесь, в одни колоды, в большей степени играет аспект предательства. Здесь может быть появление соперника или соперницы. Поэтому именно в этом моменте держите ухо в астро. Что потом случайно оказаться, не оказаться, не уйдет. И у вас совет. Семерка кубков. Не витать в облаках. Не принимать за чистую монету все то, что вам говорят, озвучивать, либо как вам подают информацию. То есть зрите в корень. Избавляйтесь от иллюзий. Сейчас даже спросим, какой сферы жизни в большей степени это будет касаться. Видите, десятка кубков все-таки. Вопросы семьи, личных взаимоотношений. То есть кто-то вам здесь пытается замылить глаз, либо здесь. Ну, вот даже на дне колоды у вас карта жрец. Вопросы морали, этики, вопросы семьи, вопросы семейных традиций. То есть ваша задача, если у вас стабильный семейный брак, сделать акцент на этом. Беречь свою семью, беречь свои взаимоотношения. Потому что кто-то может постигнуть на ваше счастье. Так, хорошо. И в качестве неожиданности тучи. Да, вот они переживания. Даже переживания спросим из-за чего. Ой, вот к медведю кто-то здесь клеится. Либо к вашей барышне здесь клеится какой-то медведь. Ну, ситуацию, думаю, вы видите сами. Да, в какой-то степени патовая. То есть вам нужно эти тучи разогонать. В принципе, не допустить вот этой ситуации. Но, повторюсь, это больше для семейных. Для тех, кто не состоит в отношениях, то здесь могут быть переживания из-за какого-то предвзятого отношения на работе. Либо со стороны друзей или родственников. Если проанализируем с вами месяц, то наиболее знакомым он для вас будет в плане финансов. Будет прорыв, будет ли рост. И вопросы личной жизни. Это то, на чем нужно сделать акцент, уделить этому максимум внимания, дабы потом не остаться неудел. Но, опять же, не драматизируйте раньше времени. Повторюсь, расклад общий. Отыграется он не у всех. И самое главное, что вам нужно здесь понять и осознать. Предупрежден, значит вооружен. Соответственно, этой ситуации можно избежать. Ну, таким вот для вас выходит расклад. На апрель месяц я понимаю, что не совсем радужный. Но, к сожалению, наша жизнь тоже бывает. Состоит из белых и темных моментов. В любом случае, я от вас жду обратной связи, чтобы по прошествии времени вы мне написали, отыгралась для вас какая-либо ситуация, либо не отыгралась. Как, в принципе, для вас прошел месяц. Но от себя искренне, от всей души я вам желаю рыбульки. Пусть у вас будут только благоприятные моменты. Для меня это тоже знаково. Говорится, поделитесь счастьем, и вам воздастся в тройне. Благодарю вас за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.